Доброе утро, уважаемые телезрители! Национальная вещательная компания САХА начинает прямую трансляцию второго дня соревнований по лёгкой атлетике. Говорит и показывает стадион Маяхатта-Берхара, село Барагонцы, Усалданский Улус. Для вас работают комментаторы Родион Кривогорницин и Добун Иванов. Доброе утро, Добун! Доброе утро! Приветствую всех телезрителей и любителей лёгкой атлетики. Сегодня по программе пройдут соревнования по бегу на 10 тысяч метров среди мужчин. Они начнут утреннюю программу. После них на 5 тысяч метров на старт выйдут представительницы прекрасного пола. После этого... После этого старт примут спринтеры. Сегодня определятся чемпионы и призёры в беге на 200 метров среди мужчин и женщин. После этого старт примут бегуны на средней дистанции. Бег на 800 метров мужчины и женщины. После них на стадион выйдут, на беговую дорожку выйдут мужчины. Спортивная ходьба. 5 тысяч метров. И завершит программу финальные забеги на 200 метров. И потом параллельно будут проходить прыжки в длину среди мужчин и женщин. Вчера мы стали свидетелями настоящей спортивной драмы. Лидировавший почти на протяжении всего отрезка Артур Бурцев. Буквально за один круг получил тепловой удар. И уступил свою позицию Константину Драгунову. Который воспользовался ситуацией и пришёл к финишу первым. Как нам стало известно, Артур Бурцев восстановился. И сегодня выйдет на старт. В протоколе его имя вписано. На 5 тысяч метров. Да. Как ты думаешь, Дабун, сумел ли восстановиться полностью после такого? На мой взгляд, я утром встретил Артура Бурцева. И, да, он восстановился. И сегодня покажет свой бег. Мы сегодня увидим бег Артура Бурцева. У нас сегодня погода благоприятная для бегунов. Облачно. И есть маленький ветер. Да. Ну, участники вчерашней программы почти одни и те же, да? Которые примут в скором времени старт на 5 тысяч метров. Это Артур Бурцев, представитель Усалданского улуса. Под номером 56 побежит вчерашний триумфатор Константин Драгунов из Мегина-Конгаласского улуса. Под 57-м номером Дилустан Елисеев, Нюрбинский улус. Под 50-м Роман Алексеев, Амгинский район. Под 58-м побежит Мирослав Бурнышов, Усалданский улус. Под номером 291 Игорь Осипов, Намский улус. Номер 59 Степан Степанов, Черопчинский улус. Номер 18 Николай Копырин, город Якутск. Номер 61 Дмитрий Степанов, Черопчинский улус. Номер 52 Зыков Леонид, Хангаласский улус. Номер 53 Михаил Давыдов, Черопчинский улус. Номер 62 Нюргун Сафронов, горный улус. Номер 295 Эдуард Яконов, Намский. Номер 64 Николай Романов, Мегин и Конгаласский улус. Номер 65 Влад Чаросов, Верхневилюйский улус. И номер 318 Петр Макаров, Алекминский улус. Участники приглашаются на старт. Буквально через несколько секунд объявят старт на 5 километров. Да, нас ждет еще одна интрига. Сумеет ли Артур Бурцев взять реванш у более молодого своего визавей Константина Драгунова? Мы видим, что Константин Драгунов начал возглавлять колонну. Да, сегодня отличие в том, что дистанция в два раза короче. Вчера они бежали 10 километров, сегодня бегут 5 километров. Совершенно верно. Ну, если рассказывать про тактику бега на 5 километров, бывают разные тактики. Например, тактика равномерного бега, где участник на всю дистанцию распределяет свои силы равномерно. И есть тактика бега только на одну победу. Ну, вот такая тактика более удобна в таких случаях, когда все участники равны между собой. Двойка лидеров оторвалась от основного пелетона. Гонку возглавляет Константин Драгунов. Молодой спортсмен, он 2000 года рождения, ему всего 22 года. Артур Бурсов старше его, на целых 12 лет. Ну, мы сегодня посмотрим, кто победит, опыт и молодость. Опыт или молодость. Вот номером 57 бежит Елисеев Чулустан. Он на данный момент идет третьим. Да, представитель Нюрбинского улуса. Драгунов Константин и Елисеев Чулустан тренируются у одного тренера. Татьяна Юрьевна и Жиркова. Наши титулованные спортсменки. Ну, скорее всего, основная борьба разжигнется между этими двумя спортсменами. Но не будем забегать вперед. Вчерашний забег показал то, что может произойти все, что угодно. Ситуация может поменяться кардинально на 180 градусов. Тем временем в секторе для прыжков начались соревнования среди женщин. Прыжки в длину. Мы видим, что Артур Бурсов не пытается врываться вперед. Да, основная колонна нагнала их. И все бегут основной группой. Номер 56 вот на груди. Вы видите, это Константин Драгунов. За ним белые бейсболки. Артур Бурсов. Третьим бежит Алексей Романов, Амгинский Улус. За ним бежит Бурнашов Мирослав, представитель Уссадданского Улуса. А за ними бежит Елисеев Джулус, Нюрбинский Улус. Да, спортсменам осталось пробежать еще 10 кругов. Времени достаточно. И ситуация может измениться в любой момент. Да, измениться в любой момент. Как ты думаешь, Добон, когда лидеры могут начать отрыв? На мой взгляд, все осторожничают. Отрыв может начаться на последних 800 или 400 метров, на мой взгляд. То есть за два или один круг до финиша? Ну, у тех, у кого плохой финиш, они могут начать заранее. За километр, за два километра начать финишировать. Да, сегодня Артур поменял свою тактику, да? Да. Вчера, если он единолично возглавлял пелетон, то сегодня он придерживается другой тактики. Да, у него сегодня тактика равномерная как бега. Ну, скорее всего, со своим тренером они, да, обсудили ситуацию. Осталось 9 кругов. 5 километров является олимпийским видом спорта. Ну, в последнее время с появлением так называемых парк-ранов во многих городах нашей страны дистанция 5 километров стала популярна среди всех любителей, кто занимается легкоатлетикой. Да, в последние годы материально-техническая база для легкоатлетов значительно улучшилась. В 2013 году в селе Чуропча был построен стадион. Год спустя, в 2014 году, в селе Намцы был построен прекрасный стадион. В 2017 году в Верхневилюйске, где прошла Спартакяда по национальным видам спорта, в Верхневилюйске, стадион с теплым манежем. То есть спортсмены имеют возможность тренироваться круглый год, да. В Ванге тоже, в селе Майя, да, тоже под тригоном построили теплый манеж. Соответственно, тренеры детских и юношеских спортивных школ, да и взрослые спортсмены получили прекрасную возможность круглый год набирать свою форму. Да, мы видим, что Драгунов Константин ведет колонну, за ним идет Артур Бурцев, третьим идет Алексей Романов, после него идет Бурнушов Мирослав. Ну, лидирующие спортсмены, они соревнуются между собой с давних времен и они очень хорошо знают друг друга. Да, знают потенциал каждого, да, кто на что способен. Ну, новенький в этой группе, на мой взгляд, Драгунов Константин. До вчерашнего дня он был темной лошадкой, а сегодня он возглавляет вот пелетон стаеров. Да, сегодня погода благоприятствует спортсменам. Если вчера было почти 35 градусов жары, то сегодня облачно, дует легкий ветерок. Самая лучшая погода для бегунов. Напоминаю, что в данной дистанции рекордом республики обладает Татаринов Кузьма. Да, представитель ГУСа Вданского ЛУСа. Данный рекорд он установил в 2008 году на первенстве России среди молодежи. Его время 14 минут и 15 секунд. С каждым годом уровень ликоатлетов повышается. Бегуну завершают очередной круг. Им осталось пробежать еще 6 кругов. То есть 2 километра 400 метров. То есть половина дистанции уже позади. Ну, хочу заметить, что те спортсмены, которые вчера участвовали на 10 километров. Как ты думаешь, они успели, сумели восстановиться? Все-таки они затратили немало энергии. Да, плюс вчера был очень жаркий день. Константин Драгунов по-прежнему возглавляет группу. Елисеев-Дюлус выходит. Да, Дюлуст и Елисеев выходят в лидеры. На третью позицию выходит Мирослав Бурножов. А вот Николай Копырин ждет своего момента. Но не отдаляется от лидерей группы. Да, осталось 5 кругов. Елисеев-Дюлустан, Алексей Абраман. Два километра. Мирослав Бурножов, Портур и Копыринькова. Я знаю, я подружаю уже. Сразу, я проезжаю. Сразу, я проезжаю. Моина Александра, нету. Не бежит. Да, ситуация начинает меняться. Лидер у нас поменялся. Лидер вышел Мирослав Бурножов. Представитель Уссадданского улуса за ним. Бежит его товарищ по команде Артур Бурцев. И дальний родственник. С каждым кругом темп повышается. Бекунов повышается. На мой взгляд, их тактика схожа. С тактикой бега с постоянным наращиванием темпа. Ну, такая тактика называется Negative Split. Когда на протяжении всей дистанции, с каждым километром, они повышают свою скорость. Ну, мы видим то, что темп бега повышается. Волнуются спортсмены. Ну, все выжидают, да? Да. И в скором времени с каждым кругом лидеры меняются. Кто-то из них совершит попытку оторваться от основной группы. Напоминаем, что Артур Бурцев представляет команду Уссадданского улуса. Бурнашов-Мирослав тоже представляет команду Уссадданского улуса. Константин Тругнов-Мегинок-Хангаланский улус. Алексей Романов-Ангинский и Николай Копырин-Город-Ягудск. Осталось три круга. И основная вот группа лидеров, шестерка, начинает обгонять своих соперников на целый круг. Ну, разница в классе очень большая, да? Да. У нас потыкается. Ну, Константин Дорогунов, Елисеев Чулустан. Как я и ранее говорил, они тренируются у Татьяны Юрины Жирковой. Поэтому они совместно тренируются и с Сарданой Трофимовой. Так, группа лидеров чуть поменялась. Шестой спортсмен отстал. И уже начинается борьба. Да, лидер извинчивает темп. Осталось три круга. Два круга осталось. 800 метров. Чуть больше 800 метров осталось пробежать спортсменам. И четверка лидеров проходит перед трибунами. Но кто не... Осталось 800 метров, всего два круга. Даже меньше. 800 метров. Все решится в последнем круге. Артур Бурцев и Елисеев Чулустан. Ну и Алексеев Роман на стороже. Может произойти все, что угодно. Ну, победит тот, кто обладает скоростной силовой выносливостью. Артур Бурцев вырывается вперед. Остался. Сейчас спортсмены пойдут на последний круг. И за третье место мы видим, что может развернуться борьба между Драгуновым и Константином и Алексеем Романовым. О, Мирослав делает рывок. Елисеев Чулустан отрывается от Артура Бурцева. Посмотрим, хватит ли ему сил, чтобы завершить дистанцию на первом месте. Похоже, мы становимся свидетелями сенсации. Но нет, Артур Бурцев не сдается. На пираже он догоняет. Да, совершает финишный фурт. Осталось 100 метров. Последние 100 метров идет обесточенная борьба. Артур Бурцев. Ну, скорее всего, да, Артур Бурцев становится чемпионом. Да, Артур Бурцев становится чемпионом восьмых спортивных игр народа в республике Саха-Якутия. Поздравляем его. Елисеев Чулустан занимает второе место. И третьим пересекает финиш Алексей Романов. Да, Артур Бурцев реабилитируется за свой вчерашний. За свою вчерашнюю неудачу. И становится чемпионом в беге на 5000 метров. Поздравляем Артура. Его результат. Минута 15.08.09. Поздравляем Артура Бурцева и всех жителей Усалданского улуса. Финиш, финиш, пожалуйста. СМИ. Покипаем дорожку. 69-й. Мишерет. Уважаемые телезрители, сейчас мы возьмем у Артура Бурцева экспресс-интервью. 91-й Осипов, Игорь, Мамский лосс. И Зиков на финише. Можно сказать, что Артур Бурцев совершил камбэк. То есть вчера, если он был дисквалифицирован, то сегодня он реабилитировался. И совершил, можно сказать, спортивный подвиг. В беге на 5000 метров. Он одержал победу. Мы видим повтор. Вот, как думаете, стоило ли Константину Драгунову лидировать? Ну, всю половину дистанции. Видимо, вчера Константин отдал слишком много сил и не сумел восстановиться. Дорогие телезрители, мы увидим повтор. Вот, как Артур Бурцев вырывается вперед, совершает финишный спорт. Ну, и Елисеев Джоустан тоже заинтриговал нас. Да, опыт есть опыт. Ну, и за третье место развернулась ярая борьба между Алексеем Равановым и Драгуновым Константином. Роман Алексеев занял третье место. Константин Драгунов занял четвертое место. Артур Бурцев совершает круг почета перед своими земляками. Время Артура Бурцева вы увидите на экране. 15 минут, 8 секунд и 9 десятых. Многие, конечно, сомневались, что после вчерашнего забега, 10 метров, 30 метров, 30 метров, 30 метров, 30 метров. Многие задавались вопросом, сумеет ли Артур восстановиться после вчерашнего забега. И как мы видим, Артур проявил характер и сумел выйти на беговую дорожку и совершить по-настоящему спортивный подвиг. Это можно только приветствовать. Молодец Артур на своей исторической родине. Он стал чемпионом в беге на 5000 метров. Многочисленные болельщики поздравляют Артура Бурцева. Делают селфи на память. Дорогие телезрители, Артур Бурцев сейчас даст нам экспресс-интервью. Артур, поздравляю с победой. Спасибо. Так, многих всех интересует вопрос. Как ты сумел восстановиться после вчерашнего забега? Это чудо-врачи у нас, барагонцев в больнице. Они меня откачали капельницами. Я у них 6 часов провел в больнице. И главврач дал добро, что если я себя неплохо чувствую, то я могу отправляться домой, отдыхать. И я спросил, могу ли я на сегодня выступать на соревнованиях. Они говорят, ты взрослый, сам можешь решить. Но будь аккуратен. Вот я сегодня бежал аккуратно. Расскажи про вчерашнее. И многих интересует, что с тобой случилось? Я словил тепловой удар. И, ну, жарко было. Ты начал очень резво, ты был лидером. Мы с Костей Драгуновым и Джулустаном разговаривали по поводу, ну, с Елисеевым, по поводу того, как начать. Я сказал, что, в принципе, я себя хорошо чувствую. И если им надо, я готов их провести на их личный рекорд. То есть у Джулуса как раз был 31,36, ой, 33. Это вот по 3,10 надо было бежать и набегать. Он согласился. И, ну, для меня труда не составляло начать. И, в принципе, до 8-го километра я бежал, мне комфортно было. Ну, было жарко, но терпимо. А потом? А потом вот где-то за 3 круга начала, ну, усталость накопилась. И потом за 2 круга у меня просто как выключатель выключил. И я уже ничего не помню. Помню, что я в следующем мгновении уже на траве лежал. И меня водой обливали. И я не понял даже, добежал, не добежал. Просто остановился. И потом мне сказали, что ты все-таки финишную линию пересек и был вторым. Ну, болезни твои тебе оказали, скажем так, медвежью услугу, да? С одной стороны, да. Но, смотрите, в интернете такой резонанс вышел. Ты стал героем на федеральном уровне. Причем не только, да, в республике Якутия, но и по всей России. То есть у меня друзья, знакомые с Москвы, с Санкт-Петербурга. Все писали, узнавали. И, с одной стороны, это такая... Спортивная драма приключилась, да? Да, спортивная драма. Но зато про наши соревнования узнали многие, ну, в Центральной Республике. Кто про этот старт ничего не знает. В Центральных регионах, да? Да, да, все верно. В Санкт-Петербурге, в Москве и в легкоатлетических кругах, скорее всего. Да, да, но на самом деле не только в легкоатлетических. Со многих пабликов прилетела эта новость, то есть со спортом вообще не связанная. То есть это на радио крутили, и в интернет-изданиях это публиковалось, я видел. То есть мне многие друзья просто пересылали и спрашивали, что случилось. А так как у меня телефона не было, я уже только вечером это увидел. И, конечно, с одной стороны, я хотел выиграть. И меня трибуны несли, то же самое, как и сейчас. То есть за круг до финиша, когда мы сегодня бежали, когда Джулстан вышел и побежал вперед, я уже думал, все. Ты испугался? Хватит летил? Да, я честно уже понял, что, скорее всего, я буду вторым. Я уже начал потихонечку сдаваться, но потом трибуны начали... Спортивная злость, да? Да не спортивная злость, на самом деле все трибуны. Трибуны, болельщики, они подбадривали, подкрикивали. И по дистанции стояли спортсмены, ребята из других районов. Все кричали, поддерживали. Не знаю, откуда силы селись, но в домашних условиях... Да, на своей малой родине ты сумел стать чемпионом. С одной стороны, да, я стал чемпионом, а с другой стороны, я принес нашему району медаль. И, честно, на меня очень многие рассчитывали. И мне хотелось, чтобы вот этот расчет был не зря, и что все, кто в меня верил, им большое за это спасибо. И вот эта медаль, наверное, отчасти моей маме, которая вчера очень сильно переживала, и сегодня себе места не находила, и осталась в итоге дома. Сказала бы, дом по телевизору смотреть. Поэтому, вообще, большое спасибо нашему району, нашей, моей большой семье, всем знакомым, кто здесь есть, ну и нашему главе, Алексею Федотовичу. Потому что... Алексей Васильевич Федотович. Да, Алексей Васильевич Федотович. Потому что без него, ну, этого бы не было. Я был здесь 3-4 года назад, этого стадиона. Ну, честно, не было. Поздравляю, Артур. Спасибо. Ты пошел в историю, одержал победу на новеньком стадионе. Я надеюсь, что этот стадион послужит многим нашим спортсменам нашего района, как, ну, тренировочной площадкой, хорошей, хорошей тренировочной площадкой. Еще раз поздравляю дальнейших успехов. Спасибо. Уважаемые телезрители, мы возвращаемся на стадион. Тем временем уже идет забег, беги на 3000 метров. Как мы видим, лидируют две наши звезды. Это Сардана Трофимова и Наталья Леонтьева. Скорее всего, основная борьба развернется между ними. Им осталось пробежать еще пять с половиной кругов. Забудинаемо, что они бегут на 3000 метров. Осталось пробежать пять кругов, где-то больше километров. Пытаясь, чтобы не оставить малейшего шанса на финише Натальи Леонтьевой. Но Наталья Леонтьева прекрасно. Третьим бежит Изабелла Борисова под номером 56 и под номером 44. Четвертый бежит Могилева Регина. Да, напоминаем, что у Натальи Леонтьевой эта дистанция является коронной. Если Сардана специализируется на классическом марафоне, то есть она бежит в основном 42 километра 195 метров, то у Натальи это коронная дистанция. Тем временем нам принесли протокол. Первое место занял Артур Бурцев. Его результат 15 минут 8 секунд и 19 десятых. Второе место занял Дилустан Елисеев, представитель Нюрбинского луса. Его результат 15 минут 10 секунд и 66 сотых секунды. И третье место занял Роман Алексеев, Амгинский улус. 15 минут 12 секунд 71 сотая. Вчерашний чемпион Константин Драгунов завершил дистанцию на четвертом месте. Его результат 15 минут 14 секунд и 65 сотых секунд. Ну, как мы все помним, в 2017 году на играх Мончары в Верхней Белюське Наталья Леонтьева уступила золотую медаль Сардана Трофимовой. Ну, возьмет ли реванш Наталья Леонтьева у Сардана Трофимовой? Ну, посмотрим. Они бегут рядом. Осталось три круга. Ну, скорость наших участников с каждым кругом повышается. Все повышается. Тем бега повышается. Вчера Сардана Трофимова и Наталья Леонтьева не показывали в свой максимум на своих дистанциях. И поэтому, может быть, сегодня мы ожидаем новый рекорд. Может. Да, такое может произойти, да. Они могут улучшить рекорд. На протяжении почти на всей дистанции Наталья Леонтьева идет за спиной Сардана Трофимовой. Идет дуэль между нашими двумя лидерами. Остается всего лишь два круга. Это 800 метров. Они обгоняют остальных участников на круг. Наверное, все решится на финишном створе в последних метрах дистанции. Да. И можем предположить то, что их тренера, тренер Сардана Трофимова, Татьяна Юрьевна Жиркова и тренер Натальи Леонтьевой, Дмитрий Васильевич, с волнением наблюдают за их гонкой. Да, тренеры подсказывают. Да, нам сообщили, что Изабелла Борисова идет на третьем месте. И вот остался, остается чуть больше 400 метров. Да, чуть больше круга. Две наши красавицы, два наших лидера легкой атлетики. Ведут ожесточенную борьбу за золотую медаль. Золотая медаль восьмых спортивных игр народов республики Сахаев-Кукея имеет очень большую цену. Сардана Трофимова, но Наталья Леонтьева пытается вырваться вперед, но Сардана не сдает свои позиции. Сардана Трофимова прибавляет, но Наталья Леонтьева не сдается и обгоняет и выходит вперед. Это уже напоминает спринтерский бег, нежели стаэрский. Да. А вот Наталья Леонтьева вырывается вперед. Да, совершает финишный спурт, но хватит ли ей сил? Но Сардана... Ну Сардана Трофимова лидировала всю дистанцию. Не сдается. Наталья оглядывается. Еще осталось 100 метров. Финишный спурт. Да, и мы можем поздравить Наталью Леонтьевой с высоким званием чемпиона восьмых спортивных игр народов республики Сахаев-Кукея. В беге на 3000 метров. И вот ее время. Ее время 9 минут. Ровно 9 минут. Но нам сообщат, может это новый лучший результат соревнований. Благодаря друг друга. Но нам взятно, кажется. Наши красавицы. 9-11-35 нам подсказывает результат Натальи Леонтьевой. Наши лидеры поздравляют друг друга. Показывают настоящий фейерплей. Честную игру. Наталья Леонтьева чемпионка. Сардана Трофимова второе место. И вот они пробегают перед треугольными. Приветствуют своих болельщиков. Мы стали свидетелями очень красивой спортивной борьбы. Наталья Леонтьева оказалась лучше подготовленной, лучше настроенной. И она сумела стать чемпионкой восьмых спортивных игр. Да, поздравляем Наталью Леонтьеву и его тренера, и весь Сунтарский улыб, и ее родственников, и ее победы. И она очередной раз доказала, что средних и длинных дистанций равных ей в республике нет. Да, видно, что девушка очень хорошо подготовлена. Они сильно особо не устали, да, даже, кажется. Но они знают только они сами, да, сколько они сил и эмоций затратили. И вот Изабелла Борисова, если не понимаешь, стала третьей, номер 56. Одной школы, в США. Юные годы тренировались вместе. Да, детская юнистическая спортивная школа номер 5, города Якутска. Они занимались. Наталья Леонтьева. Да, Наталья Леонтьева бьет лак родного Сунтарского улуса. Вот мы на экране видим. Ее время 9 минут 11 секунд и 35 сотых. Вот мы видим повтор, как они стартуют. Сардана Трофимова совершает свой традиционный ритуал перед стартом. И вот Сардана сразу же с старта берет с места в карьере и выбивается в лидеры. Наталья Леонтьева села на пятки и всю дистанцию слаза ней по пятам. И как мы видели, за 200-300 метров она совершила финишный скульпт, который Сардана Трофимова не сумела поддержать. Вот. Увидим то, что Сардана отстала. И Наталья Леонтьева финиширует гордым одиночеством. Вот радость победы. Ради таких моментов стоит тренироваться. Да, мы сейчас возьмем, дорогие зрители, эксклюзивное интервью у чемпионки. Наталья, поздравляю с победой. Спасибо большое. Вы с Сарданой Трофимовой подарили нам очень прекрасный праздник спорта. Расскажи о своем забеге. Как ты готовилась, как настраивалась, какую тактику? Ну, как ожидалось, мы с Сарданой фаворитами были. Сегодня очень хорошо провели бег и большое благодарность Сардане, конечно, потому что она вела, я за ней села. Так, у меня вот скоро, через месяц соревнований основные чемпионаты России, вся подготовка идет к нему, поэтому мне старалась спокойно бегать и, если есть силы, на финише убегать. То, что я сделала. Какую тактику вы с тренером определили перед стартом? Ну, вот спокойный темп, за ней бегать и, если есть силы, в конце добегать. Я точно так же сделала, выполнила. То есть спортивные игры были как бы промежуточным этапом, да? Да, проходящим этапом, да. Подготовки к чемпионату России. Таких подготовки, подгонки не было к этим соревнованиям, поэтому я довольна сегодняшним ребятам. Я еще не знаю секунду, но побегу, мне кажется, быстрее вышло. И благодаря, конечно, Сардане. Ну, погода сегодня благоприятствует, да? Вчера было очень жарко. Вчера очень было жарко, поэтому я выбрала дистанции полтора и три, чтобы таких инцидентов не вышло. Потому что я в жару не могу бегать. Да, очень сложно. У меня была тоже история. Во время универсиады тоже десятку стадионов бегала в универсиаде в Казани. В 13-м году, да? Да, в 13-м году я тогда тоже получила солнечный удар, да. И все было. А сегодня Артур бегает, смотрю, ничего себе. Я бы завтрашний день не выходила бы. Да, ну, Артур совершил спортивный полный. Да, он вообще молодец, боец. Мы все за него переживали. Все-все-все переживали. Так что ему здоровье. И хорошо, что сегодня он выиграл. Расскажи свои основные планы на год. Ну, на год. У меня сезон только начинается, как говорится. Вот эти старты. Потом 10-го у меня уже билет. Вылетаю на сборы на 3 недели. Потом буду стартовать на чемпионат России со 2 по 5 августа. На 10 километров тоже по стадиону. Потом, затем у меня старт будет в Спартакеаде России. Так как нас же закрыли от России. Да, в связи с политической ситуацией. Поэтому говорят, что Спартакеаду будут проводить. И будем готовиться к нему. И потом еще пойдут, как всегда, осенью шоссейные старты. Полумарафон, десятка прошествия уже. Наталья, еще раз поздравляю с победой. Вы нам подарили очень хорошее задание. Я хочу выразить свою благодарность своему тренеру Колесову Дмитрию Васильевичу. Они сейчас на выезде с молодым Ощепковым Айталом, который среди юниоров на 800 метров хорошо сбегал. Минута 55. Он совсем молодой. 2004 или 2005 года. Такой сильный результат показал. Поэтому я их поздравляю. И еще второе. Своим родителям, конечно же. Они сегодня меня слышат. Большой привет, мама, папа, киричами. И, конечно, моим друзьям. И зрителям, конечно. Сегодня атмосфера вообще супер. Давно такого не было. Все соскучились по таким амутам. Так что я довольна. По-настоящему праздник. И у меня два дня назад был день рождения. Во время открытия. Поздравляю, Наталья. Вы сами себе сделали очень прекрасный подарок. Когда у меня попадается такой Спартакьяна, либо Мончара, либо Россия. Так что я очень рада. Сегодня вечером на центральной площади села Барагонсо тебе оденут золотую медаль. Да. Восьмых спортивных игр народов Якутии. И это будет прекрасным подарком твоему дню рождения. Спасибо большое. Поздравляю. Желаю дальнейших успехов. Всего доброго. Спасибо Барагонсо. Дорогие телезрители, мы возвращаемся на стадион. Три забега, ну и финальные забеги у нас будут напоследок после 800 метров. И спортивные ходьбы. Предварительные забеги. Еще раз напоминаю. Соревнования по легкой атлетике на стадионе продолжаются. Сейчас начнутся предварительные забеги на 200 метров среди мужчин и женщин. Да, у нас рекламная пауза. Алмаз Кредит Сервис, крупнейший кредитный союз Республики Саха Якутия, на протяжении 18 лет помогает развитию качества жизни. Алмаз Кредит Сервис, бюйнгюкинга, сахавыцсиринсамай улхан, эрэлях кредитный союз. Он агассыл устата улах качества танца и нарарга камалагар. И еще один спонсор нашей трансляции – центр недвижимости «Триумф Инвест». Мы занимаемся продажей, покупкой любой недвижимости и строительством частных домов. С нами вы воплотите мечты в реальность. Да, начинаются предварительные забеги среди женщин на 200 метров. Всего будет три забега. В первом забеге старт примут шесть спортсменок. Мы увидим среди них и вчерашних наших героинь. Под номером 21 бежит Саина Перемякова из Мегин-Кангаласского улуса. Номер 79 – Юлия Кобякова, Амгинский улус. Номер 32 – Диана Адаська, город Якутск. Номер 17 – Ирина Кальченко, Ленский район. Номер 7 – Валентина Иванова, Верхневилюйский улус. Номер 305 – Изабелла Масаева, Намский улус. Сочетание силы и скоростной выносливости. Именно эти качества характеризуют бег на 200 метров. Бег на 200 метров относится к спринтерским дистанциям. Легкой атлетики и включен в олимпийские виды спорта. Да, сейчас вот спортсмены, спортсменки уже на старте, на низком старте. Будем надеяться, что обойдутся без фальстарта. Мы вчера видели, что двое спортсменов были дисквалифицированы за фальстарты. Да, и вот дан старт на 200 метров. Да, Диана Адашко вырывается в лидера. Диана Адашко лидирует. И мы видим, что она, скорее всего, первой завершит дистанцию. Дистанцию. Да, Диана Адашко приходит. Первой. Первой. За ней финишировала Ирина Кальченко из Ленского района, номер 17. Перед вами, уважаемые телезрители, победительница предварительного забега на 200 метров и чемпионка игр в беге. Результат 26 секунд, 23 десятые. Поздравляем Диану Адашко с выходом в финал. И, скорее всего, она станет основным фаворитом в финальном забеге. Да, безусловно, она фаворитка данных соревнований. Да, тем временем на старт приглашают спортсменок второго забега. Номер 12. Екатерина Стрюкова, Аллаиховский улус. Номер 2. Татьяна Зиничева, Кобяйский улус. Номер 4. Рита Лобановская, Ленский район. Номер 9. Матрена Варламова, Северо-Восточный федеральный университет. И номер 20. Инесса Макарова, Ангинский улус. Вот мы видим повтор забега предварительного. Диана Адашко вырвалась с лидера. За ней бежит представительница Ленского района. Можно. Естественно, спортсмены много лет тренировались, готовились. И это, прежде всего, их праздник. Во втором забеге мы можем предположить, что основная борьба развернется между Татьяной Зиничевой из Кобейского улуса и Элитой Лобановской из Ленского района. Старт дан. Мы видим то, что Зиничева и Лобановской вырвались лидеры. Татьяна Зиничева набегает на финиш. И занимает первое место. И выходит в финал. За ней, как мы и предполагали, второй завершает Рида Лобановская из Ленского района. И третий у нас становится... Вот победительница предварительного забега Татьяна Зиничева. Ее результат 26 секунд, 39 десятых. В скором времени будет дан старт участницам третьего забега. На старт выйдут пять спортсменок. Под номером 18 Мичи Мартыново, Сунтарский улус. Номер три Ольга Белова из Ленского района. Номер пять Валерия Кобелькова из Черовчинского улуса. Номер 62 Айза Туприна. Федеральный университет. И номер 306 Мария Мартынова. Намский улус. Вот мы видим повтор второго забега. Татьяна Зиничева очень мощно стартовала. И также завершила дистанцию. Вот в спринтерских дистанциях очень... Ну, три, целых три представительницы. В каждом забеге есть представительницы Ленского района. В первом забеге бежала Ирина Кальченко. Во втором Рита Лобановская. И сейчас старт примет Ольга Белова. Как мы видим, тренеры Ленского района работают очень плодотворно. И подготовили целых три. Да. И дам стак третьему забегу. Вперед вырывается. Ольга Белова лидирует. И завершает дистанцию на первом месте. Поздравляем Ольгу Белову с выходом в финал. За ней дистанцию завершила Валерия Кобелькова из Черовчинского улуса. Ну и хотим напомнить нашим телезрителям, что рекордом Республики на 200 метров... 26-29. Результат Ольги Беловой. Она на одну десятую опередила Татьяну Зиничеву. Да, вот рекорд Республики установила Светлана Рогозина в 2014 году с результатом 23-84 десятых. Она из Мирницкого района. На старт приглашаются мужчины на 200 метров. Также будет проведено три забега. В первом забеге старт примут Михаил Петров, номер 26, Хангалаский. Василий Чемпин, номер 10, Таттинский. Михаил Руфов, номер 1, Верхневилюйский. Аял Филиппов, номер 18, Амгинский. Александр Нечаев, номер 31, город Якутск. И Айгалан Кирвошапкин, номер 350, из Намского улуса. Это не разрешается. Ставьте, пожалуйста, вот участвуйте в соревновании. Разрешайте правила соревнований. А вот среди мужчин рекордом республики обладает Томилов. Его время на 200 метров 21, 44 десятых. Вчера посмотрим, сумеет ли улучшить данный рекорд. Дует небольшой ветерок. Встречный ветер. А вчера Михаил Руфов занял второе место на 100 метров. И сегодня посмотрим, как он пробежит 200 метров. Тем временем нам принесли протоколы бега на 3000 метров среди женщин. Время Натальи Леонтьевой 9 минут 12 секунд и 15 десятых. Сардана Трофимова отстала от нее на 3 секунды. И время, занявшей третье место Изабеллы Борисовой, 10 минут ровно и 29 десятых. Да, вот на скорость, которую показывают спортсмены, в беге на 200 метров влияет абсолютно все. Перед вами Александр Нечаев, представитель города Якутска. Сын заслуженного тренера республики Саха-Якутия. Одного из ведущих, лучших тренеров республики Петра Александровича Нечаева. Петр Александрович сказал, что вчера у Александра было небольшое повреждение. Сейчас посмотрим, сумеет ли он оправиться от этого. Как он финиширует, покажет дистанцию. Нам показывают участников. Номер 10 чемпион Василий и номер 26 Михаил Петров, представляющий Хангалаский ЛУС. Так, спортсменов пригласили на старт. Судья-стартер Степан Ильин сейчас даст старт. И вместе с выстрелом спринтеры примут старт. Спортсмены стартовали. Руфов Михаил, у него на груди первый номер. И вот он оправдывает свой номер и заканчивает дистанцию в гордом одиночестве. Поздравляем Михаила с выходом в финал. Представитель Амгинского ЛУСа Айал Филиппов на втором месте. Перед вами Михаил ЛУСов, представитель Верхневолючского ЛУСа. Тем временем приглашают участников второго забега. Под номером 22 старт примет Айал Барашков, федеральный университет. Номер 2 Валентин Иванов, Усть-Салданский, номер 205. Нам тут подсказывает, что 21 секунда и 70 десятых времени Михаила Руфова. Так, под номером 205 побежит Вячеслав Егоров, представитель Амгинского ЛУСа. Номер 20 Василий Слепцов, Амгинский ЛУС. И номер 25 Прокопий Павлов, Амгинский ЛУС. Вот нам показывает Михаил Руфова. Ну, говорят, что хороший 200-метровик может быть хорош и на 100 метров, и на 400 метров. Да, вот в третьем забеге старт примет Егор Терентьев, вчерашний чемпион в беге на 400 метров. Участники третьего забега готовятся принять старт, а разминаются. Влажность воздуха, поверхность трека и скорость ветра тоже имеют немаловажное значение на результаты участников. Вот перед вами Вячеслав Егоров, чемпион предыдущих спортивных игр на спринтерских дистанциях. Номер 2 Валентин Иванов, хозяин стадиона. Номер 22 Айл Барашков, представляющий Северо-Восточный Федеральный Университет. Под номером 20 Василий Слепцов, представляющий Амгинский ЛУС. И номер 25 Прокопий Павлов, второй представитель Кобейского ЛУСа. Примечательно то, что Вячеслав Егоров 1984 года, а его товарищ по команде Прокопий Павлов 2003 года. Почти 19 лет разница между спортсменами. Да. Ну посмотрим, победит ли молодость или опыт. Тем временем в секторе для прыжков продолжается соревнование по прыжкам в длину среди женщин. Участников приглашили на старт. Надеемся, что предварительные забеги окончатся без фальстарта, как было вчера. Вчера мы стали свидетелем, как двоих спортсменов дисквалифицировали. Да и данный старт третьего забега. Данный старт. Ну, как и ожидалось, вперед вырывается. Вячеслав Егоров сходит с дистанцией. И, естественно, в этом забеге лидера мчится Иванов Медеор Валентин. Да, представитель Усов Данского ЛУСа Валентин Иванов завершает дистанцию на первом месте. Очень легко пробежал. Так, еще один стал известен еще один фаворит. 22-04. То есть Валентин показал худший результат, чем Михаил Руфов. Напомним, Михаил Руфов завершил дистанцию с результатом 21-70. Валентин Иванов завершил дистанцию с результатом 22-04. Вот мы видим повтор. Очень хорошо стартует Валентин. Вячеслав Егоров вот, к сожалению, сходит с дистанции. Видимо, у него травма, поэтому он не сумел завершить дистанцию. Ну и в финале увидим. Наверное, будем наблюдать за ярой борьбой за чемпионский титул на 200 метров. На третий забег приглашаются номер 23 Станислав Варламов, Черопчинский улус. Номер 17 Егор Терентьев, Меган Гангаланский. Номер 19 Айхал Бюльтеса, Верхневилюйский улус. Номер 21 Иван Шергин, представляющий Ангинский улус. И номер 6 Ян Захаров, представитель СВФУ. Иван Шергин вчера тоже занял третье место на 400 метров. И вот он сегодня тоже участвует на 200 метров. Да, на дистанции двое короче. Ну и здесь, конечно, есть свои особенности и различия, да? Да. Но это, наверное, связано с тем, что спринтеры на 200 метров. Ну и им необходимо применять принципы тренировок, как у спринтеров, на 100 метров и на 200 метров. Ну вот перед вами стоит Айхал Бюльтесов, который в прошлом месяце участвовал в Черопче национальном многоборье. В беге попал такой казус. Нечаянно ему наступили на ногу. Шиповка у него заскочила с ноги. И он умудрился обратно надеть и завершить дистанцию на втором месте. Да, на втором. Но он чуть не догнал. Да, чуть не догнал лидера. То есть это говорит о его немалом потенциале. Как о том, что он спринтера. Стардан. Терентьев Егор вырывается в лидеры. Егор Терентьев завершает дистанцию на первом месте и становится одним из фаворитов финального забега. Сможет ли он завоевать вторую золотую медаль на этих играх? Ну, узнаем через некоторое время. Его время 22-29. То есть у него пока третий результат на сегодня. Тем временем в секторе для прыжков продолжаются соревнования. Спортсменки приступили к третьей и последней попытке. Вот Егор Терентьев. Его время 22 секунды. 29 десятых. Его поздравляет его тренер Дмитрий Павлов. Мы видим повтор третьего заключительного предварительного забега. Иван Шергин завершил дистанцию на третьем месте. Через несколько минут будет данный старт с забегом на 800 метров среди женщин. Будет два забега. В каждом будет по 8 участниц в первом забеге. Номер 28. Милена Белолюбская. Ангинский вуз. Номер 37. Марина Рожина. Верхоянский вуз. Номер 38. Альмира Яковлева. Сунтарский. Номер 39. Дарина Ушницкая. Усалданский. Номер 40. Дьячковская. Ангинский. Номер 41. Уйгулана Иванова. Горный. Да, перед вами на экране сидит Аркадий Михайлович Алексеев. Легенда, живая легенда якутской легкой атлетики. Чемпион города Москвы по пятиборью. Его рекорд по метанию копья до сих пор не побит. К сожалению, данный вид спорта у нас в республике не развивается. И мы не можем сказать, как еще долго будет стоять этот рекорд по метанию копья, установленный Аркадием Михайлович Алексеевым. Выпускник Государственного Центрального Ордена Ленина Института физической культуры. Один из первых выпускников из Якутян. Тем временем идет подготовка к забегу на 800 метров к первому забегу среди женщин. Итак, на 200 метров к женщине участники финала объявляем. Тем временем нам принесли протокол финала бега на 200 метров среди женщин. В финал вышли 8 спортсменок. Это Юлия Кобякова Амгинский, Рита Лобановская Ленский, Зиничева Татьяна Кобяйский, Диана Адаська город Якутск, Ольга Белова из Ленского района. Также ее подруга по команде Ирина Кальченко, Валерия Кобякова Черепчинский луз и 8-й победит Валентина Иванова из Верхневерийского улуса. В предварительном забеге лучшее время показала Диана Адаська 27 секунд ровно. За ней второй результат показала Ольга Белова 27-14. И, наконец, третий результат у Ирины Кальченко 27-61. Так, среди мужчин в первом забеге первое место занял Михаил Руфов 22-78. Второе место Аял Филиппов Амгинский 23-23. Третье место Александр Нечая 24-13. Во втором забеге лучший результат показал Валентин Иванов Усалданский 22-88. Второй результат Василий Слепцов Амгинский 23-69. И третий результат у Аяла Барашкова 24-01. Вот показывает нам участниц забега на 800 метров первого предварительного забега. Представительница Верхневерийского улуса Марина Рожина. Четвертая дорожка Ушницкая Дарина Усалданский. Номер 38. Номер 40. Деячковская Конешникова Амгинский улус. Номер 39-й номер Дарина Ушницкая Усалданский. Да, вот 800 метров тоже считается очень трудной дистанцией, где очень сложно распределить свои силы. У Игулана Иванова представительница горного улуса. И номер 307 Алена Сивцева, которая защищает честь Намского улуса. И восьмая участница забега номер 78 Елена Сидорова из Татинского улуса. В среднем за какое время пробегает 800 метров? Ну, в этом первом забеге в среднем девушки преодолеют 800 метров за 2.10-2.15, на мой взгляд. Ну, а вот рекорд республики установила в далеком 2014 году Светлана Рогозина в городе в Казани. Ее время 1 минута 59 секунд. Участница первого забега становится по своим дорожкам. А вот как вы видите, многие участницы стартуют вместе из одной дорожки. Это согласно правилам, да? Да. И потом, когда они меняют дорожки? После метки. Через сколько метров? Через 50 или 60 метров. Они все войдут впервые. Дана команда на старт. И вот выстрел прозвучал стартовый. 2 круга на 800 метров. 2 круга по 400 метров. Да. Ну, наверное, очень сложно распределить силы. И вот спортсменки поменяли свои дорожки. Все заняли крайнюю дорожку. Участницы второго забега более титулованные и умещенные у женщин. Но при этом может такое же быть, что участница этого забега попадет в виде старта. Лидирует спортсменка под номером 28. Милена Белолюбская, представляющая Амгинский Улус. Лидирует Милена Белолюбская. За ней бежит под номером 38 Альмира Яковлева, Сунтарский Улус. По номерам 37 Марина Рожина, Верхоянский Улус. Им осталось преодолеть 400 метров. И, скорее всего, сейчас ситуация поменяется, да? Да. Ну, потому что силы иссякают после первого круга. Да. Да, очень трудно придерживаться. Милена Белолюбская продолжает лидировать. Посмотрим, хватит ли ей сил поддержать заданный высокий темп. Ее преследуют спортсменки под номером 38 и 37. Это Марина Рожина из Верхоянского Улуса и Альмира Яковлева из Сунтарского. Дальше приближается сопернице. Просьба представителей тренеров не гонять в адрес станции. Можут ли он дойти до дисквалификации спортсменов. Ваша помощь, как говорится, не нужна. Все прекрасно знают. Белолюбская Милена на финишной прямой. Осталось 100 метров, последние 100 метров. Милена Белолюбская лидирует. Ну, скорее всего, завершит дистанцию первой. Тройка лидеров не поменялась. Вторая, 37-й, Марина Рожина из Верхоянского Улуса. Третье место заняла Альмира Яковлева из Сунтарского Улуса. Ну, вот первая участница, которая пришла к финишу. Ее время примерно 2.30-2.28. По четыре участника выходят, да, в финал? Нет, решают по забегам. По времени, да? Да, по времени будут решать. Те, кто показал лучшие результаты, выходят в финал. 2.34-36. Это время победительницы Милены Белолюбской. 2 минуты, 34 и 36. Тем временем приглашает к старту участниц второго забега. Пелагея Григорьева, номер 35, Верхневелийский Улус. Рухлядева Мария, Усалданский, номер 22. Вчера она стала чемпионкой. Оксана Федорова, Нерингринский район, номер 36. Номер 24. Марьяна Макарова, Черопчинский Улус. Номер 23. Галина Кличук, Нерингринский район. Номер 19. Диана Тартакынова, город Якутск. Вчерашняя призерка серебряная. Номер 323. Валентина Данилова-Вилюцкий. Номер 74. Элеонора Готовцева, Северо-Восточный федеральный университет. Самой опытной среди участников этого забега является Диана Тартакынова под номером 19 из города Якутска. Тем временем нам принесли протоколы финала на 200 метров среди мужчин. В финале будут участвовать 8 спортсменов. Это Айал Барашков, Айхал Бультясов, Егор Терентьев, Михаил Руфов, Валентин Иванов, Айал Филиппов, Василий Слепсов и Александр Нечаев. Между ними и развернется борьба за медали чемпионата в беге на 200 метров. Перед вами представительница Усалданского улуса Мария Рухлядева. Номер 36 Оксана Федорова. Номер 24 Марьяна Макарова, Черопчинский улус. Диана Тартакынова, самая опытная спортсменка. Валентина Данила 323 представляет Вилийский улус. И номер 74 Элеонора Готовсова, Федеральный университет. Участницы посходят к стартовым дорожкам. Спортсменки готовы принять старт. Сейчас будет произведен стартовый выстрел на старт. Выстрел прозвучал и спортсменки отправились на дистанцию. Вперед вырывается самая опытная Диана Тартакынова. В этом забеге можно выделить Григорьеву Пелагею, Верхневилюйский улус. Ее номер 35. Да, и Тартакыну Диану Дмитриевну. Она представляет город Якутск, но она родом из Верхневилюйского улуса. Второй бежит Мария Рухлядева, представительница Ус-Алтанского улуса. Она вчера стала чемпионкой. Спортсменки завершают первый круг. Остается 400 метров. Мария Рухлядева вырывается вперед. Первый круг. Лидеры прошли за минуту 0-2, минуту 0-1. Двойка лидеров не меняется. Пелагея старается обогнать, прибавляет темп. Да, вот все решится на последних метрах. Да, Мария. Марию силы оставляют, кажется. Она оборачивается. И вот они входят в вираж. Мария не сдается. А Пелагея прибавляет темп. Да, вот Григорьева Пелагея прибавляет. И вырывается вперед. Да, прибавляет. И она занимает. Ну стоит ли так в предварительном забеге тратить силы? Петр, на твой взгляд. Ну. Победители выявляют по времени. По общему. Да, по времени. Да, по времени. Ну по второму забегу мы можем уже выявить тройку призеров. Чем-то напоминает противостоянию. Вот. Пелагею поздравляет ее тренер Татьяна Юрьевна Жиркова. Да. Поздравляет подруга по команде Сардана Трофимова. Пелагея Григорьева. Пелагея Григорьева. Пелагея Григорьева. Да, перед нами чемпионка спортивных игр из верхнего юридического улуса. Пелагея Григорьева. Новое имя в мире легкой атлетики республики. Нам подсказывает время. Две минуты. 0,8 секунд. Ордана Трофимова многоопытная. Пятикратная чемпионка страны передала флаг родного верхнюю юридического улуса. И новоиспеченная чемпионка совершает пробег перед трибунами. Пелагея Григорьева. На небоскройной легкой атлетике республики зазглась новая звездочка. Пелагея Григорьева. Представительница верхнего юридического улуса. Она 1998 года рождения. Ей получается 24 года. Вот идет повтор. Пелагея Григорьева совершает финишный рывок. Вот посмотрите как грамотно она распределила свои силы по дистанции. И после такого забега переходим. Но она планировала наверное рвануть финиши. Первая дорожка. Большой Ромар Дамир на сладу. Вот видим победный финиш Пелагеи Григорьевой. Радость победы. Как говорил основатель олимпийских игр барон Пьер де Купертен. О спорт и мир, о спорт и радость. Да вот сейчас объявят старт на 800 метров первому забегу мужчины. Так. Номер 203. Радамир Бочкарев. Номер 324. Данил Осипов. СВФУ. 282. Евгений Ильин. Номер 16. Василий Филиппов. Чуроптинский. 284. Михайлов Верхан. Горный. И номер 8. Филиппов Гаврил Мегин Конголаский. Вот спортсмены меняют дорожки. Лидирует номер 293. Да. Бочкарев Радамир. Родом из Намского Улуса. Призер Республики и многократный чемпион. Призер Игр Мончары. Среди юношей. Интересный забег. Всегда. Дистанция. В отличие от девушек. Все способны держаться одной группой. Да. Бочкарев Радамир. Мужчина отправляется на последний круг. Последние 400 метров. И сейчас развернется ажесточенная борьба. За медали. Ну здесь каждый участник бежит на время. Потому что неизвестно как пробегут во втором забеге. Бежит. К Радамир приближается. Обгоняет. И обгоняет. Номер 30. У мужчин. Участников первого забина. На 800 метров. И мы видим плотную группу. Номер 30. К сожалению. В протоколе не написано имя спортсмена. 6 процентов сразу. И тут пройдите в роли. И все решится так сразу. Финишка прямой. Ура, друзья. Ура, ура. Ура, ура. Ура. Ура, ура. к сожалению протоколе данный спортсмен не вписан мы знаем только ее фамилию это филиппов да вот сейчас объявят второму забегу но сильный забег в этом забеге до время победителя 20407 2 минуты 4 секунды 7 десятых да и хотелось бы вспомнить ну здесь тоже среди мужчин на 800 метров нужна хорошая тактика я бы хотел вспомнить именно триумф юрия борзаковского до в афинах на олимпийских игр когда он обогнал мирового рекордсмена на последних метрах и победил с результатом минута но минута 46 это был незабываемый момент который вошел в историю российского спорта юрий борзаковский данное время является главным тренером национальной сборной страны по легкой атлетике так представляем участника второго забега максимов таренко номер 32 ленский номер 141 филипп собакин черопчинский номер 223 кискин николаев намский здесь тоже на протокол на заполни неправильно четников роман но второй забег всегда являлся сильным роман четников номер 44 да ну как и сообщили ранее здесь собрались все самые сильные бегуны на 800 метров да стоит обратить внимание на максима овчаренко на романа четникова михаила слюсаря ну и николаевка скил представляет нам скиллус сам он из родом нюрбинского ну здесь и принимают участие калачиков николай представляет северо-восточный федеральный университет он родом из вилюйского улуса являются призером дети азии 2016 года на 800 метров лидирует роман четников представитель неренгринского района извините лидирует максим овчаренко вчера ним бежит роман четников вчера на полтора километров он тоже лидировал всю дистанцию до приближается финишу первого круга и вот без смены пошли на заключительный круг последние 400 метров первым идет мидеры не меняются максимов чаренко вторым идет держится до роман чечников и третий слюсар михаил четвертым идет колодезников инокентий вот меняется с миссар михаил выходит лидеры меняются и сейчас и атлеты до атакуют миссар михаил опытные спортсмены не заехать своих позиций до щетников и вот все решится на последних мерах чаренко не согласен с этим и совершает финишный стул посмотрим сумеет ли он финишировать первым да вот и за третье место ожесточенная борьба до лидере меняются за каждым метром и вот третье место занимает собакин филипп филипп из черепкинской улице вот спортсмены поздравляют друг друга поздравляем максима в черенка максима в черенка но можно вчерашнего фиаско многоопытный спортсмен настроился должным образом выстроил правильную тактику с тренером и все это дало свои положительные плоды он является минута пятьдесят шесть сорок четыре десятые второе место занимает щетников роман вот мы видим повтор и максима вчеренко показывает своей рукой что победа будет за ним то что он не намерен на вот на миг но разные случаются на 800 метров лидеры меняются за каждым метром плюс забег все участники сильные сразу не скажешь кто лидер роман щетников становится одним из самых титулованных атлетов республики помню как 2003 году на третьих спортивных играх ханги также становился чемпионом и вот сегодня на восьмых спустя 19 лет он становится серебряным призером уже восьмых спортивных игр народов республики саха якутия поздравляем романа щетникова за спортивные долголетия отрадно то что не бросает свое занятие активное занятие спортом сейчас примут старт ходоки мужчины на 5000 метров чего старт примут 11 спортсменов это геннадий степанов горный илья залипаев якутск номер 76 77 номер у олега максимова чарапчинский 78 номер нюргур иванов сантарский 79 номер фёдор лавров мегина кангаласки под номером 80 александр новгородов намский улус номер 81 александр николаев верхний влюзгий номер 90 егор данилов кабельский номер 83 сергей мандаров татинский номер 84 владимир алексеев ангаласки и номер 321 дилус хан степанов напоминаем что данная дисциплина в программу игр включена впервые до этого да вот спорная ходьба не культивировалась у нас до вчера женщины прошли три километра мужчины сегодня должны пройти пять километров на олимпийских играх ходоки идут 20 километров женщины и мужчины первым мастером спорта народа саха является урожение сантарского улуса степан сергеев он тренировался в республике мордовия был бронзовым призером чемпионата россии на 50 километров с 2015 года работает старшим тренером республики по ходьбе за эти годы воспитанники воспитаны три мастера спорта россии три кандидата мастера спорта и воспитанники занимали призовые места на кубке россии сейчас в этом заходе стартуют многократный чемпион республики кандидат мастера спорта геннадий степанов представляет горный улус победитель первенства россии среди юношей иванов ниркун представляет сунтарский улус молодое дарование в этом году закончил школу и чемпион дальнего востока залипаев илья город текутск тоже кандидат мастера спорта как мы уже говорили данная дисциплина только-только начинает массово культивироваться нашей республики если чуть рассказать об основных принципах спортивной ходьбы как гласит правило это чередование шагов выполняемых таким образом чтобы спортсмен постоянно осуществлял контакт землей и при этом не происходило видимой для человеческого глаза потери контакта фазы полета вынесенная вперед опорная нога должна быть полностью выпрямлена вот старт дан и мы выведем технику выполнения нога должна быть полностью выпрямлена то есть не согнута в колени с момента первого контакта с землей до прохождения вертикали спортсмен может получить замечание если их техника ходьбы может повлечь нарушения судьи их карают после трех красных записок судья может отправить имеет право отправить спортсмена на петле штраф это своего рода штраф стоянка на 30 секунд согласно правилам судей на стадионе стоят по дистанции пропорционально кругу спортивная ходьба в нашей стране развита в мордовии и в чувашии вот мордовская школа ходьбы известна на весь мир вот спортсмены проходят первый круг остается 12 кругов да вот соревнование судит судья всероссийской категории астрадамов иван и мастер спорта международного класса Алексей Барцайкин ну если кратко рассказать про судейство есть три суди они смотрят за спортсменами чтобы они не нарушали два главных правила это всегда соприказаться с землей и всегда прямые ноги да нога должна быть выпрямлена у них есть специальные карточки в которых есть обозначение вот видите технику выполнения нога полностью должна быть выпрямлена то есть не согнута в колени на первый взгляд как бы очень легкий вид спорта да ничего сложного в этом нет но не все так просто да очень техничный вид спорта ну многие люди говорят что данный вид спорта схож вот лидирует геннадий степанов представитель горного улуса да вот спортивная ходьба именно схожа с биатлоном он геннадий является многоградным чемпионом республики он кандидат мастера спорта россии по спортивной ходьбе за ним идет илья залипаев из якутска илья является чемпионом дальневосточного федерального округа также в группе лидером мы видим ниргуна иванова это новое имя молодое дарование в этом году закончил среднюю школу он представляет сунтарский улс да входит в число самых молодых участников данного соревнования он 2004 года рождения занимается спортивной ходьбой более 4 лет под руководством да в бытность как я уже вчера рассказывал в бытность когда председателем спортивного государственного комитета по физкультуре и спорта работал Михаил Дмитриевич Гуляев он поддержал Сергея Степанова и направил на обучение знаменитую мордовскую школу в урожении сунтара там прошел отличную школу и даже становился бронзовым призером чемпионата России в ходьбе на 50 км седьмой год он работает старшим тренером республики по данному виду спорта и за эти годы воспитал трех мастеров спорта России и трех кандидатов Воспитанники Сергея Степанова занимали призовые места на Кубке России по прежнему Степанов лидирует номер 75 так под номером 77 идет Олег Максимов из Чуропчи номер 76 это Илья Залипаев представитель столицы республики да вот впервые соревнования по спортивной ходьбе провели в Европе в Лондоне в 1882 году а вот в олимпийские дисциплины в олимпийскую программу да да именно вошли в 1932 году 90 лет тому назад ходьба была впервые включена в олимпийскую программу ну вот спортивная ходьба это как ранее говорили техничный вид спорта могут сразу дискофорифицировать из-за нарушений да надеемся то что наша телетрансляция да поможет может быть юные спортсмены дети увидев трансляцию начнут заниматься спортивной ходьбой надеемся то что спортивная ходьба станет более популярной так как это олимпийский вид спорта медалоемкий да ну и во всем мире по спортивной ходьбе лидерами считаются именно Россия Япония Китай да увидим то что геннадий степанов представитель горного луса лидирует в гордом одиночестве погода поменялась солнце выглянуло стало более жарко осталось 9 кругов как показал вчерашний день не будем заранее давать медали геннадий степанов уважаемые телезрители мы прерываемся на рекламную паузу а 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...